Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь отказался от миллиарда рублей? А ведь, как ни странно, такие есть. Ростехнадзор, например. По закону, организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности. За аттестат надо заплатить госпошлину – 800 рублей. Однако Ростехнадзор решил делать это даром. В результате за три года бюджет недосчитался более миллиарда рублей. Этот факт подтверждает отсутствие заинтересованности Ростехнадзора в тот период в исполнении государственной функции администратора указанной платы. Как того требовало федеральное законодательство. Так что признаем, и сейчас уже эта работа налажена, чтобы в будущем, естественно, такого не повторилось. И в террорганах, и в центральном аппарате. Но, похоже, Ростехнадзору деньги не были нужны в принципе. Его территориальные органы неправомерно списали дебиторскую задолженность хозяйствующих субъектов по оплате за негативные воздействия на окружающую среду. И опять несколько миллиардов рублей пролетели мимо государственной казны. Сейчас дебиторской задолженности на счетах у террорганов нет. Все это передано в Роспроводнадзор. Но как быть с той недостачей, которая была в цифрах озвучена, будем разбираться еще с нашими руководителями террорганов, кто это допустил и из-за чего. Это, в принципе, доходы бюджета, доходы бюджетной системы. Вы чем руководствовались, когда это списали? Нет, я просто хочу понять. Нет ответа? Нет ответа. Нужно отметить, что некоторые подразделения Ростехнадзора к трудовым подвигам явно не стремились. Нагрузка на одного инспектора там составляла от одной до пяти проверок в год. Да и заканчивались они, как правило, ничем, по крайней мере, для государства. В ходе проведения строительного надзора терруправлениями и при выявлении на объектах серьезных нарушений действительные меры административного воздействия не применялись. В подавляющем большинстве случаев теруправления ограничивались направлением предписания наложением административной ответственности на должностных лиц. В то же время административные санкции юридическим лицам, несмотря на имеющиеся основания, применялись крайне редко. Теперь вникать в деятельность, или скорее без деятельность Ростехнадзора, надзора будет генпрокуратура. А уж какие в итоге будут приняты меры административного воздействия или еще какие, проверка покажет.